На проспекте Столетия легковушка врезалась в спецтехнику. По мнению водителя, он не видел ни одного предупреждающего об опасности знака. В ту ночь спецтехника работала в районе 127-го дома по проспекту Столетия. По словам работников коммунальных служб, их задачей было убрать пару деревьев, стоящих на разделительной полосе. Оборудовав место проведения работы знаками и оградив бетонным блоком, дорожники приступили к выполнению задания. Через некоторое время раздался оглушительный грохот. Это была Тойота Надя, которая влетела в экскаватор. С дорожниками разговаривали? Да, а что разговаривали? Вот, ДТП случилось, всё. Мнение пассажира и водителя Надя отличается от версии рабочих. Тут проводятся работы по убрать деревьев. Что-то сделать, я не знаю, что тут будут делать, но стояли знаки абсолютно все. По словам экипажа Нади, знаки не были выставлены на дороге. Они внезапно появились уже после того, как произошла авария. Несмотря на разногласия относительно наличия знаков, ответственность за ДТП ляжет на плечи водителя минивэна. По предварительным подсчётам, у трактора повреждения более 200 тысяч и страховых выкладок на трактор. Как действует этот ситуация? Ну, взыскивают по суду, снимал никакой поток. А стоит отметить, что во время столкновения в Тойоте сработали подушки безопасности. Пассажир автомобиля ударился головой, однако отказался от медицинской помощи. Хозяйка автомобиля также решила не обращаться к врачам. Субтитры создавал DimaTorzok